МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня выпуски вы увидите. В угоду строительству микрорайона должны быть снесены 7 гаражных кооперативов. Владельцы отдавать свою собственность не собираются. Дом по адресу улицы Черноморского казачества на грани обрушения. На месте работают спасатели. И снова областная власть показала местному самоуправлению, как надо работать. 76% детей в Одесской области переданы на воспитание в приемные семьи и детские дома семейного типа. Лидер политической партии «Удар» Виталий Кличко в воскресенье 3 февраля стал лауреатом международной премии Брюке Прайс, что по-русски означает «Мост». Церемония награждения состоялась в немецком городе Герлице. Традиционно премия вручается деятелям, помогающим установлению мира и взаимопонимания в Европе. Лидера политической партии «Удар» и чемпиона мира по боксу Виталий Кличко учредители премии Брюке Прайс сочли достойным за его участие в Оранжевой революции. По мнению организаторов, он явился примером и вдохновителем для многих молодых украинцев. Премией Виталий Кличко также был награжден за свое стремление установить добрососедские отношения Украины с Россией и стремление к интеграции с Западной Европой. Количество рекламных счетов народного мэра «Я люблю Одессу» растет прямо пропорционально возрастающей нелюбви одесситов к Остусеву. Пункт по сбору жалоб одесситов на городскую власть от партии «Удар» вызвал большой ажиотаж. Какие именно проблемы больше всего волнуют одесситов, узнавал Денис Соколов. «Рыба гниет с головы», – гласит старая, но верная пословица. Как грибы после дождя с приходом Костусева на должность городского головы стали появляться проблемы. Возросший уровень безработицы – преступности. Похоже, что одесситы устали видеть пустые обещания на фоне запущенности нашего города. Пункт сбора подписей намеренно расположился возле одной из главных проблем города – ямы на Греческой площади. В этот же день на стройплощадке оказались рабочие и техника. Назвать это совпадением сложно, однако одесситы уже устали терпеть бустые обещания с 2011 года, когда подземный паркинг должен был достроиться. «Можете с коляской двойной, особенно когда двое детей, вы погуляйте с ними. Вы даже не выйдете, не проедете. Даже вот сейчас с сумками я иногда и вот так вот прохожу». Одессит Роман говорит, что новогодний вечер его семья и соседи провели без горячей воды. Причина проста – три сауны, которые находятся в доме, просто перекрывают воду. Жильцы пытались добиться справедливости, однако взятки чиновникам оказались убедительнее. «Хотя бы обеспечьте этот дом простым водопостачанием, чтобы у нас поступала нормально вода, чтобы мы нормально купали детей наших. Все, больше никаких мне нет к вам, Алексей Алексеевич, вопросов». Огромное количество признаний в любви Костусева к Одессе резко контрастирует с негативным отношением одесситов к народному мэру. И большое количество жалоб, которые собрала партия «Удар», только подтверждает, что смена власти в нашем городе жизненно необходима. Денис Соколов, Юрий Веселок, телекомпания «Круг». На грани обрушения находится дом по адресу улицы Черноморского казачества 71. С утра 4 февраля жители были вынуждены покинуть свои квартиры. В аварийном строении начали рушиться стены. К счастью, пострадавших на данный момент нет. На месте работают сотрудники МЧС. Жители этого дома уже не первый год живут в постоянной готовности выбежать из квартиры. Сбережение документы всегда под рукой. Дом постоянно трещит, появляются все новые трещины, осыпается штукатурка. Сегодня вот утром, в 8 часов утра, у меня дитё собиралось в школу уходить, 11 лет мальчику. И крик был в парадной, у кого есть дети, люди, выбегайте, дом трещит, рушится. После этого на место прибыли сотрудники МЧС, но работы им по сути не нашлось. Один из работников в частной беседе выразил уверенность, что дому осталось недолго. Несколько серьезных ливней, и он обрушится. Следом за МЧС на место выехали представители власти. Приезжало много, всех, куча много. У кого что не спрашиваешь, все подождите комиссия, всё остальное. Отселение, никто ничего не говорит. Но говорят, не заходите в дом. Куда идти с двумя детьми на сегодняшний день, я просто не представляю. У меня некуда. На фасаде дома можно увидеть трещины шириной в несколько пальцев. В квартирах куски штукатурки после утреннего обвала так лежат в перемешку с детскими игрушками. В таком состоянии дом находится уже далеко не первый день. Трещина появилась лет 30 назад. С 85-го года он считается аварийный. Приказы были, потом переводили в ветхий, потом опять аварийный. При этом жильцов продолжают исправно взимать квартплату. Более того, как рассказывают обитатели аварийного строения, для них установили повышенный тариф СДПТ. Якобы из этих денег создается фонд на ремонт дома. Правда, результатов не видно. Сейчас жители больше всего беспокоены, что коммунальщики отделаются от них ремонтом пары трещин и деревянными подпорками, вместо капитальной перестройки или строительства нового дома. Если они просто вынесут решение, что его можно ремонтировать или что-то делать, его невозможно отремонтировать просто-напросто. Куда его отремонтировать, если там крыша, во-первых, никакая вообще. И посмотрите на него, он со всех сторон, четыре стенки, они все валят. Перекроем дорогу? Перекроем просто дорогу, станем и будем стоять с соседями. Буду перекрывать дорогу вместе с соседями, потому что здесь жить нельзя. Пока 8 взрослых и 3 детей остаются на улице и не могут зайти домой, муниципалитет бодро рапортует о хорошо выполненной работе. Судя по всему, чиновники живут в некой параллельной реальности, где разваливающие по кирпичику дома – это высокий стандарт работы коммунальных служб. Константин Гак, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Последнее предупреждение получили местные провайдеры интернета и кабельных телевизионных компаний от Приморской районной администрации. Им дано два месяца, чтобы привести в порядок свое проводное хозяйство. Иначе кабели могут обрезать. Постоянно действующая комиссия по телекоммуникациям в Приморской районной администрации решилась, наконец, применить власть после того, как не были выполнены ее указания, данные еще в ноябре. На заседание пригласили представителей восьми компаний, предоставляющих услуги интернет-связи и кабельного телевидения. Проблема неправильного размещения кабелей существует давно. Вспутанные провода не только портят вид зданий, но нередко протянуты с нарушением правил техники безопасности. К тому же выявлены факты незаконного подключения к сетям зарегистрированных компаний. Все провайдеры получили списки дымов, где запланирован ремонт фасадов. И в двухмесячный срок обязаны привести свои коммуникации в соответствии с техническими нормами. Размещение кабельной продукции на фасадной части без согласования ЖКС, и не только на фасадной части, вообще размещение линий провадорской связи без согласования коммунальных предприятий ЖКС категорически запрещено. Провода проводами, но почему районные чиновники озаботились только ими? Навести порядок в коммуникациях, конечно, нужно. Если же говорить о внешнем виде города и в первую очередь о фасадах, хорошо бы еще очистить стены от так называемой граффити, а проще говоря, дикой мы с ним местных хулиганов. Милиция их не ловит, и поэтому тут никуда не денешься. Придется каждый раз закрашивать. Неплохо бы привести в божеский вид и тротуары. Главное, не перепутать тротуары с фасадами. То и другое в аварийном состоянии и выглядит почти одинаково. Стены многих памятников архитектуры больше похожи на разбитую дорогу. Но пусть уже наши чиновники хоть что-нибудь сделают. Александр Виноградов, Вячеслав Лоштаба, телекомпания КРУГ. В прошлую пятницу были открыты общественные слушания по созданию нового жилищного комплекса на 19 тысяч человек в районе улиц Ицхака Рабина, Генерала Петрова и 25-й Чапаевской дивизии. В угоду строительству данного микрорайона должны быть снесены 7 гаражных кооперативов на более чем 8 тысячах машиномест. Автовладельцы кооперативных гаражей пользуются данной землей в среднем от 25 до 40 лет. Созданных еще при советской власти кооперативах за собственные деньги владельцы ставили гаражи, забор, благоустраивали территорию и так просто отдавать свою собственность не собираются. Более пяти сотен автовладельцев пришли на общественные слушания. Но в небольшой зал, рассчитанный на пару десятков человек, попали лишь немногие активисты. Остальные остались дожидаться вердикта на улице. Объявившая слушание организация не была готова к такому развитию событий и такому количеству несогласных. В то же время проектная организация Архмастер совместно с инвестором Диагарос презентовали общественности новый жилой микрорайон. Строится гостиница, кольцо трамвай сохраняется. Это центр по услужению автомобилей, который будет храниться в этом районе. Дальше это на углу. А вы пропустили там. Продолжение. Пропустили вашу трамвай. Да, 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 там буквально 3000 автолюбителей. А где гаражи? Что там будет? Стоянки, которые расположены в этом микрорайоне, досмотрены под застройку жилыми домами и общественными сооружениями, не услышав варианта инвесторов, при котором автолюбители не лишатся своих машиномест, они своим количеством практически полностью заблокировали работу слушаний. Вот здесь, на местную территорию, на стройке, на которой сегодня находится 9000 автомобилей уже 25 лет. Эти люди сегодня по закону являются землевладельцами. И у вас нет ни кожного, ни сносить. Абсолютно нет, по закону. По проекту жилого микрорайона в нем запланированы несколько паркингов, но они не смогут вместить даже те автомобили, которыми будут владеть жители данного микрорайона. Я, естественно, как один из владельцев гаражей, меня вопрос этот волнует. Почему? Потому что машины ставить, в общем-то, уже некуда под домами, даже при наличии, в общем-то, этих стоянок. Если эти стоянки снести, 8000 машин куда денутся? Это эти машины денутся под окна людям, в полисаднике и так далее. Вот, естественно, будут жители тоже недовольны. Вот взлет и там остальные гаражи, там по 30 лет, там зеленая зона, очень много деревьев. Возле каждого гаража по 5 деревьев. Они хотят вот сносить эти гаражи, деревья и все. Построят развлекательный центр. Если у вас заберут гараж, куда вы будете свою машину ставить? Куда? Во двор. На данный момент у владельцев гаражей на руках есть документы, которые разрешают им пользоваться городской землей до начала капитальной реконструкции города, которая без утвержденного генплана не должна начинаться. Владельцы гаражей грозятся уже в ближайшее время массово вывезти и оставить свои автомобили на придомовых территориях и внутридворовых проездах, уже сейчас создавая этим локальный транспортный коллапс Малиновского района. И снова областная власть показала местному самоуправлению, как надо работать. Сперва облгосадминистрация ускорила процесс решения проблемы долгостроев. Теперь область взялась помочь и многострадальным объединениям совладельцев многоквартирных домов. А проблем хватает, начиная от создания самого ОСМД и заканчивая монополистами, которые предоставляют услуги в сфере ЖКХ и диктуют свои условия. Именно это стало темой совещания Валерия Матковского с председателями таких домов. При создании объединения совладельцев многоквартирных домов люди сталкиваются с огромным количеством проблем. На совещании, которое проходило в областной государственной администрации, как власть, так и представители ОСМД искали пути их решения. Например, проблема монополистов, которые поставляют услуги – воду, электричество, газ и тепло. Долгое время ОСМД не могли найти общего языка с ними. Вмешательство областной власти упростило диалог. 18 января мы с монополистами у меня в кабинете подписали договор. Это было руководство… Вы знаете, что на уровне города Одесса образованный такой совет ОСМД, который возглавляет господин Мальнев и господин Штефанец. И я собрал у себя руководителей монополистов. Эта процедура у нас длилась более 3,5 месяцев, пока отработали все вопросы для того, чтобы увязать их. То есть эта проблема была решена на уровне области. Вообще-то сам факт создания координационного совета дает надежду, что проблемы, связанные с созданием и деятельностью ОСМД, начнут решаться в более короткие сроки. Деятельность данного координационного совета, она, конечно, должна по себе иметь положительный эффект, потому что туда, в этот координационный совет вошли и представители органов власти, и областной власти, и представители органов местного самоуправления города Одессы, и представители общественности. Это даст те люди, которые имеют определенный опыт и имеют определенные полномочия содействовать нашим жильцам. Но есть и вопросы, которые нужно решать на уровне Киева. Одна из главных задач совещания – подготовить замечания к нынешнему законодательству, чтобы в дальнейшем их передать в Киев, где будет рассматриваться пакет изменений в законодательной базе. Стоит заметить, что городская власть почему-то не особо стремится урегулировать проблемные вопросы, связанные с ОСМД. Сказать о том, что на сегодняшний день городские власти повернуты лицом к ОСМД, мы не можем. Поэтому, если бы было все так идеально, то не создавался бы на областном уровне вот такой координационный совет. В очередной раз областная администрация показывает местному самоуправлению, что любой вопрос можно решить. Последний пример – это вмешательство в проблему долгостроев, которая начала решаться. Для этого просто надо желание, которое, судя по состоянию Одессы, у городской власти попросту отсутствует. На смену интернатам и обычным детским домам должны прийти приемные семьи и детские дома семейного типа. На это направлена профильная программа, осуществляемая по распоряжению губернатора. Итоги первого года реализации проекта управления по делам детей представила на аппаратном совещании в областной государственной администрации. На учете в службе по делам детей стоит 6424 несовершеннолетних. Большая часть из них живет уже не в привычных интернатах и детских домах. Широкое распространение получили другие формы воспитания сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них 68% детей выховываются в семьях-опекунах. 9% 555 детей из значенной категории влаштованы приемные семьи и детские будинки семейного типа. Всего семейными формами выхования охоплено в данный час 4934 детей, что становит 76,8%. Станем на грудень месяц, на 1 грудня, мы были в семье областей, в семье по Украине по створению приемных семей. За прошлый год создано 46 приемных семей, взявших на воспитание 72 ребенка. Есть семьи, готовые расшириться и стать детскими домами семейного типа. Для этого профильное управление областной администрации проводит специальную подготовку родителей. Шесть детских приютов перепрофилировано по Центре социально-психологической реабилитации детей, пребывание в которых ограничивается двумя неделями. Затем ребенок возвращается родителям и, если отношения складываются нормально, остается дома. Вместе с тем говорить о победе над беспризорностью еще слишком рано. С тех пор, как Украина ратифицировала конвенцию о правах ребенка, несовершеннолетние могут сами решать свою судьбу. Заставить ребенка жить в семье или детском доме теперь нельзя. А это во многих случаях делает беспризорных детей неуправляемыми. Александр Виноградов, Вячеслав Ласштаба, телекомпания Круг. На сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру 340076. Я вам желаю только хороших новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин